В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Теперь в новом формате. Городская дума будет работать дистанционно. Успейте посмотреть. В музее народной игрушки скоро закроют сразу две выставки. Мини-футбол, волейбол и баскетбол. Закончилась студенческая спартакиада. Далее расскажем обо всем подробно. Правительство разработало план действий по борьбе с распространением коронавируса. Часть рекомендаций касается немедицинских мер для снижения риска заболеваемости, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами Кабмина. Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования. Работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы, сообщила она. Вице-премьер также обратилась к властям субъектов федерации. Там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять. Около 4300 коек для больных коронавирусом развернуто в Нижегородской области. 200 за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Мы продолжаем адаптацию системы здравоохранения к новой волне коронавируса. Пятая волна ковида привела к серьезному росту заболеваемости. Вместе с тем мы видим, что большая часть случаев болезни протекает в форме, не требующей госпитализации. Более 30% коек для больных ковидом сейчас свободны. Достаточно мест, оснащенных кислородом и ИВЛ», – отметил Глеб Никитин. С 14 до 7 дней сокращен срок карантина для лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Новые правила вступают в силу с 26 января. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач. Постановление не распространяется на тех граждан, кому предписание Роспотребнадзора выдали до 26 января. Срок карантина для них остается прежним – 14 дней. Больничный по карантину закрывается дистанционно, без посещения поликлиники или визита врача. И автоматически направляется работодателю. Из-за роста числа заболевших к очередному заседанию Думы кворум депутатов не набрали. Решать значимые для города вопросы народные избранники пока будут в дистанционном формате. Как теперь будут проходить заседания, распространится ли подобная практика на заседания комитетов и надолго ли останется такой формат работы – расскажем далее. В актовом зале администрации непривычно тихо. Заседание Думы перенесли практически в последний момент. Эпидемическая обстановка в городе затронула и народных избранников. Многие болеют, а потому сессию было решено провести в дистанционном формате. Регламентом он предусмотрен. Подобный опыт у Думы уже был в начале пандемии в 2020 году. Мы разослали все материалы депутатам. Сейчас они имеют возможность с ними ознакомиться. В понедельник в рамках нашего регламента они должны направить с помощью средств электронной связи свои листы голосования на электронную почту городской думы. А до вторника направить в бумажном варианте со своей подписью эти же листы голосования. Контакты докладчиков по вопросам повестки также прилагают для того, чтобы депутаты могли задать все интересующие вопросы. Подобная практика может распространиться и на заседания комитетов, если эпид-обстановка в городе не улучшится, пояснил Антон Ульянов. Работать с повесткой Думы будет проще, поскольку ее вопросы уже не раз обсуждали на комитетах и свое мнение о них сложилось у каждого депутата. И в первую очередь это введение положения о наградах города. Мы на двух комитетах рассматривали этот вопрос, и вы прекрасно знаете, что это документ, который по сути утверждает наградную политику городскую. Причем всеобъемлющая наградная политика, связанная с деятельностью органов местного самоуправления. Никакие другие награды, которые в этом положении не прописаны, вручаться органами местного самоуправления не могут. Еще один вопрос, не требующий отлагательств, это установление тарифов за наем жилых помещений. Напомним, в вопрос повестки не входят тарифы многоквартирных жилых домов. Их народные избранники рассмотрят отдельно на заседании рабочей группы. Есть еще вопросы, связанные с протестом прокурора и внесением изменений в положение о статусе депутата. Вопрос не носит срочный характер, но тем не менее это тоже работа, которую нужно сделать. О итогах работы Думы в дистанционном формате журналистам расскажут на брифинге, который планируют провести на следующей неделе. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Департамент городского хозяйства подготовил сведения о толщине льда на водоемах Сарова. Пруд Боровое – 40 см, сати – 42 см, между льдом и снегом много воды, Саровка – 22 см. Специалисты отмечают, что подо льдом во многих местах бьют ключи, которые подмывают лед, а потому при выходе на водоемы требуется соблюдать особую осторожность. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Для сдачи ЕГЭ в 2022 году необходимо подать заявление и выбрать предметы до 1 февраля включительно. Об этом сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Государственная итоговая аттестация предусматривает сдачу экзаменов по 15 учебным предметам. Для выпускников текущего года русский язык и математика обязательны для сдачи предметы. Остальные дисциплины школьники выбирают самостоятельно, с учетом будущего поступления в ВУЗы. Заявление на участие в ЕГЭ выпускник текущего года подает в ту образовательную организацию, где учатся. 28 января все центры занятости населения региона проведут с 10 до 12 часов прямую телефонную линию «Ориентир». Об этом сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области. Специалисты ответят на вопросы об условиях направления на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Телефон горячей линии Центра занятости в Сарове – 9-84-60. С 24 по 30 января в Нижегородской области проходит операция «Пристегнись». Стражи дорог выявляют нарушения, связанные с использованием ремней безопасности. С начала года сотрудники Нижегородской госавтоинспекции уже составили более 3000 протоколов за непристегнутый ремень. Ремень безопасности в автомобиле – единственное эффективное средство защиты водителя и пассажира, которое предотвращает смертельные травмы при дорожно-транспортном происшествии. За непристегнутый ремень безопасности предусмотрен штраф в 1000 рублей. Нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей. Доставка продуктов, лекарств, выгул собак – сейчас особо непростой период не только у медиков, но и у волонтеров. С ростом числа заболевших количество звонков с просьбой о помощи также возросло. Как справляются с такой нагрузкой добровольцы – расскажем далее. Ресурсный центр добровольчества. Здравствуйте. С 2020 года ресурсный центр добровольчества помогает гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Привозят им продукты, лекарства, выгуливают собак. Также центр оказывает информационную, консультационную, методическую, организационную поддержку волонтерским организациям и их членам. Ресурсный центр создан вообще для того, чтобы помогать волонтерам развиваться, набирать обороты, делать более качественные мероприятия, более качественную работу. Сейчас в ресурсном центре не хватает волонтеров, а количество заболевших – новой коронавирусной инфекцией в Сарове возросло. Это значит, что звонков в волонтерскую организацию поступает все больше. В связи с ухудшением ситуации с ковидом требуются волонтеры, совершеннолетние волонтеры, которые будут заниматься доставкой продуктов, доставкой лекарств, вынос мусора. Также у нас есть волонтеры, которые занимаются выгулом собак. Если у вас есть желание помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, или вам самим требуется помощь, то вы можете позвонить по телефону 99-113 или написать в группу ВКонтакте «Ресурс добровольчества Саров». Быть добрым просто. Ирина Вашегородцева, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Студенты Саровского политехникума принимают участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В рамках акции студенты помогают расчищать и убирать снег там, где необходимо – около домов пенсионеров, ветеранов и нуждающихся. Подробности далее. С лопатами в руках молодые добровольцы вышли на акцию «Снежный десант». По маршруту у студентов политехнического техникума – дом номер один по улице Набережной, где живет Николай Давидович Фишман, сын известного физикоядерщика. Ребята решили помочь пожилому человеку. Расчищали дорожки и подходы к дому, убирали снежные комья. А сейчас в пору обильных снегопадов – это как никогда актуально и необходимо. Никто не может помочь сейчас растить снег, сейчас проблемы с парковками, ну то есть много проблем со снегом сейчас в данный момент. Я думаю, что если ты поможешь человеку, он поможет тебе в ответ. Спросили, могу ли я, ну и как добрый человек решил откликнуться, дозав помощь. Обновили, наверное, пару тропинок, чтобы человеку, который здесь живет, было удобнее ходить. Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» существует не первый год, и студенты Сарова принимают в ней активное участие. В рамках акции молодые люди проводят ряд добровольческих мероприятий для ветеранов труда и войны, пожилых людей и всех нуждающихся. Конечно, ребята могут помочь не только убрать снег, но и наколоть дрова, привезти воды или продуктов. Нужно помогать друг другу, а уж тем более людям, которые, к сожалению, в силу возраста или каких-то особенностей не могут себе помочь. Естественно, ну кто им еще поможет, если не студенты, не добровольцы, не люди, в конце концов. На это и рассчитано добровольческое направление среди молодежи, прежде всего. В этот же день уже студенты Саровского медицинского колледжа выезжали еще по двум адресам. Акция «Снежный десант РСО» стартовала перед днем снега. Студенты выезжали на лыжную базу и расчищали площадку для городского праздника. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В Музее народной игрушки представлены две выставки. Экспозиция «Новогодний круиз» состоит из работ учащихся архитектурно-художественного отделения Детской школы искусств. А выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз» – это собрание новогодних игрушек разного времени. Подробности далее. Январь – особенное время, когда на протяжении всего месяца не покидает праздничное настроение. Заглянув в Музей народной игрушки, можно еще раз окунуться в мир новогоднего волшебства. Экспонаты выставки «Новогодний круиз» сделаны руками учащихся архитектурно-художественного отделения Детской школы искусств. Здесь представлены работы в разных техниках – бумагопластика, графика, пластилинография. Выставка была названа «Новогодний круиз», потому что действительно, как на круизном лайнере, мы можем отправиться в разные-разные страны, посмотреть на особенности их архитектуры, посмотреть, увидеть какие-то особенности культуры, искусства. Здесь можно увидеть различные корабли, часы и окна, а также архитектурные эскизы и зарисовки фломастерами, гелевыми ручками и карандашами. Работу учащихся Детской школы искусств отправляют зрителей не только по странам и континентам, но и в разные эпохи. А вторая выставка носит название «Здравствуй, Дедушка Мороз». Ее экспонаты – это собрание игрушек главного новогоднего героя за 10 лет работы музея. На выставке представлены Деда Мороза из коллекции советской игрушки. Это из пластмассы, из бумаги, из папье-маше, из ваты, ватные Деда Мороза, начиная с 60-го года. Также из стеклянной Деда Мороза фабрики «Ариэль», нижегородской фабрики стеклянной игрушки. Деда Мороза, которые были перевезены из Вологды, деревянные, резные, расписные. Выставки «Новогодний круиз» и «Здравствуй, Дедушка Мороз» в Музее народной игрушки продлятся еще неделю. Более подробную информацию можно получить по телефону 6-64-94. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Подошла к концу студенческая спартакиада. На протяжении студии недели в Сарове команды образовательных учреждений проводили встречи по мини-футболу, волейболу и баскетболу. О том, как прошла финальная игра спартакиады, расскажем далее. В начале игрового отрезка студенты Саровского физтеха сразу заявили, что отдавать победу они не намерены. И уже к концу первой четверти ввели в счете. Борьба за мяч с каждой четвертью становилась все интереснее. Спортсмены старались отправить в корзину соперника как можно больше мячей. По итогам игры спортсмены с РФТИ обыграли СПТ со счетом 65-35. Отыграли ну так себе средненько, хотели забить больше, понимали то, что у нас намного сильнее уровень, но намного мазать. Спортсмены из Саровского политехнического техникума проигрушу не расстраиваются. Говорят, что баскетбол – это лотерея. Тем более они выступали неполным составом. Основная команда по баскетболу уехала на турнир вардатов. И студентам в экстренных условиях пришлось собирать новую команду. Они сильнее, 100%. Но мы надеялись, хотя бы какой-нибудь счет наберем, там, ну, очков 30-40. Мы примерно и уложились. Турнир среди студентов Сарова в городе проводится ежегодно. Они принимают участие в различных видах спорта – футбол, волейбол, баскетбол и другое. Тренеры и преподаватели команд стараются по максимуму привлекать студентов к спорту. Для популяризации, конечно, физкультуры и спорта, ну и чтобы ребята посмотрели, чего они достигли, чему научились. По решению судейской коллегии лучшим игроком матча был признан студент Саровского физико-технического института Алексей Синев. Ирина Вашегородцева, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чему успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!